Россия пытается устроить в Украине энергетический геноцид. Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Пыдаляк написал в Твиттере. Он отметил, что несмотря на действия Кремля, Киев и Украина выстоят. По его словам, объекты инфраструктуры будут защищать с помощью систем ПВО. Напомню, Минэнерго сообщает, что в результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры. И о ситуации в сфере энергетики поговорим с нашим следующим гостем. Это Дмитрий Сахарук, исполнительный директор ДТК. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. О ситуации в Киеве хотели сначала с вами поговорить. Действительно ли есть план эвакуации в случае полного блэкаута? И что делается, чтобы этого не допустить? Ну вот сегодня с утра снова были экстренные отключения света. Да, вчера много говорили о блэкауте после новостей, которые были выпущены. Смотрите, сам по себе блэкаут, если проще сказать, это включение света путем срабатывания автоматики. То есть когда у вас происходит перегрузка в квартире, то исключаются много техники бытового чайника, допустим, утюг или стиральная машина, то бывает такое, что автомат срабатывает и выключает электроэнергию в квартире. По старинке это то, что называется, пробка выскочила. Это такой локальный маленький блэкаут в квартире. Вот такая же самая история происходит в энергосистеме, если происходит перегрузка сети и автоматика выключают для того, чтобы не допустить повреждения этой инфраструктуры. Потом эту систему можно включить. Именно для этого срабатывает автоматика, чтобы она не перегорела и не нужно было ее ремонтировать. Поэтому, когда речь идет про эвакуацию, это речь идет о том, когда невозможно включить энергосистему после автоматического выключения для того, чтобы ее спасти. Я думаю, что вероятность того, что это произойдет, конечно, есть, но она очень низкая. Тут скорее у нас будет возможность, может быть, не сразу в течение часа, но через некоторое время после выключения системы автоматика и систему снова запитать. Может быть, не так надежно, может быть, не в таком объеме, как нужно было, будет, чтобы всех потребителей был сразу свет, но точно удастся это сделать. Поэтому я знаю, что власти готовятся к возможной эвакуации, они об этом, крайне говоря, заявляли, но я, честно, не думаю, что дойдет до того, что мы не сможем включить энергосистему ввиду ее выключения автоматикой. Если будут обстрелы и будет какое-то глобальное повреждение огромного количества сети, теоретически это может произойти, но думаю, что вероятность невысока. Наверное, тяжелее сейчас тем, у кого электроплиты. Это у нас огромные районы, например, такие, как Троещина. Там люди, когда отключают свет, не могут даже и кушать, приготовить, и воду согреть. Ну, у нас не только электроплиты, у нас еще в многих домах стоят подкачка воды, и если нет света, то вода не поступает. Это тоже проблема. Соответственно, нет воды, не работает канализация нормальным образом. Поэтому современная жизнь очень сильно завязана на электрику, и без нее очень много чего не работает. Не работает в некоторых районах связь, потому что, например, те же вышки или антенны, они не оборудованы, к сожалению, нужными и обязательными источниками бесперебойного питания, либо батареями, которые могли бы дать возможность 3-6 часов этой вышки работать. Поэтому много чего не работает, и здесь задача не привыкать к этим отключениям, максимально быстро ремонтироваться, максимально быстро восстанавливаться, чтобы как можно меньше были промежутки, в течение которых у людей нет света в домах. Вы сообщали на прошлой неделе, что заканчивается запас оборудования для ремонта поврежденных энергообъектов. Я вот прочитала в одном интервью, что один выключатель, к примеру, стоит 110 тысяч евро, а вот трансформатор вообще несколько миллионов, да, просто грандиозные суммы. Как сейчас обстоят дела и насколько критическая ситуация? Да, действительно, оборудование дорогое. Это высоковольтное оборудование, которое в основном было по режиму. Это оно большое само по себе, то есть блочный выключатель, который либо автотрансформатор, он может быть размером в трехэтажный дом. То есть это достаточно металлоемкое и дорогое оборудование. Что касается покупки его, то мы частично приобретаем оборудование, которое есть в Украине, есть на складах в Европе. Количество его, к сожалению, не такое большое, как нам нужно, как и, собственно, другим компаниям. Поэтому сейчас ведем переговоры вместе с Министерством энергетики, Министерством иностранных дел с теми странами, компаниями, которые могут дать это оборудование в качестве технической помощи, ведем разговоры с поставщиками для того, чтобы они дали возможность нам вне очереди, что называется, купить оборудование, которое нам нужно. Понятно, используем то, которое у нас есть, БУ, собираем из других мест, где оно не используется, где можно его переставить. То есть все возможные обсусмотрим. Конечно же, тоже третья волна атак, которая была прошлый понедельник, оно исчерпывается, потому что каждый раз повреждается, в том числе и то оборудование, которое мы установили взамен ранее поврежденного. Поэтому сейчас это узкое место, активно работаем над тем, чтобы его расшить и не останавливать восстановление ввиду отсутствия необходимых узлов и механизмов. Вот министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что тут уже 12 стран готовы нам помочь. Это и страны Евросоюза, я знаю, Япония подключилась, Соединенные Штаты. Есть уже какая-то конкретная помощь? И какие страны еще подключаются? Кто еще готов помогать? Да, там много стран, там почти два десятка уже, в том числе те, которые вы назвали. Порядка тысячи единиц оборудования было названо как готовое к отправке. Пока еще, однако, мы не дошли до этапа, когда заключаются конкретные договоры либо документы оформляются для того, чтобы начать отправлять оборудование в Украину. То есть поэтому я и про конкретные даты не могу сказать, потому что еще до этого момента, до такой конкретики разговоры не дошли. Надеюсь, это произойдет в ближайшее время на этой неделе. В каких регионах сейчас наиболее критическая ситуация с обеспечением электроэнергии? Это центральные и северные регионы. Центральная это Киев, Киевская область, Житомир, Черкасса, Чернигов, Сумы, Харьков, Полтава. Вот это те регионы, где прежде всего в большей степени тут отключения. Частичные ограничения есть в Днепропетровской области, на объем их меньше. Больше всего страдает сейчас Киев, Киевская область, где самое большое количество отключений. Ну и тут, конечно, больше всего и потребления. Ну и в итоге самое большое ограничение. Как обстоят дела с подачей электроэнергии в детские сады, больницы, в роддома, где дети лежат в кювезах, люди, которые на ИВЛ? Все объекты критической инфраструктуры, которые должны быть со светом, они обеспечиваются 100%, они в графики не попадают. В графики попадают жилые дома, коммерческие организации, от жизнедеятельности которых критично не страдает город, либо не зависит жизнь и здоровье других людей. То есть понятно, что не выключаются отопление, водоканалы, канализация, связь, серверные передачи данных, каналы связи и так далее. Органы государственной власти, правоохранительные органы и прочие объекты электрической инфраструктуры. К ним относятся больницы, конечно же, всех видов и всех разных видов, типов. Поэтому здесь все пока нормально. У нас в городе Киеве и Киевской области хватает электроэнергии для потребности таких критически важных объектов. А вот какова цель оккупантов, бьющих по энергоструктуре? Чего они добиваются? Вот почему начали атаковать с октября, не дожидаясь холодов? Это месть за поражение на фронте. Что это? Я уверен, что не был план наперед. Они, наверное, хотели его использовать чуть попозже. Думаю, что это мое личное мнение, что это была отместка за поражение в Харьковской области. И они, что называется, сорвались, как бы начали использовать его раньше. Плюс нужно, наверное, было как-то поддерживать внутри страны ситуацию, потому что такое большое поражение нельзя было пропустить просто так. Поэтому они запустили свой план по уничтожению критической инфраструктуры Украины раньше. Но температура и так уже понижается. На улице не тепло. И мы уже начинаем страдать. Даже несмотря на то, что не начали несколько раньше, чем, наверное, хотели бы или могли бы. Поэтому от этого не легче. Они методически били, разбивали как объекты генерации, так и объекты передачи. Это повлияло на огромное количество людей. 4-6 миллионов человек находились по-разному в разных регионах в разное время без электричества. И очень серьезное повреждение. Тем более они методично били. Некоторые объекты атаковались 2-3 раза. Некоторые сначала дронами, потом ракетами. Они смотрели на эффекты и атаковали заново. Некоторые объекты атаковались четырьмя ракетами, а один объект восьми одновременно. Поэтому задача понятна, это точно не случайность. Задача сделать так, чтобы у нас не было ни света, ни тепла, ни воды зимой. Я так думаю, они хотят, чтобы украинцы начали давить нас на власть и требовать переговоры. Или что там россияне себе придумали для того, чтобы дать им передышку и, скажем так, поднакопить силы, чтобы идти войной дальше на нас. А вот были такие объекты, которые они атаковали с интервалом буквально час и все. А вот по какому принципу оккупанты выбирают свои цели? Я думаю, там работают энергетики. То есть они посмотрели на сеть, посмотрели на наиболее критичные вещи, которые влияют на стабильность работы системы. Они начали бить как по объектам, которые производят электроэнергию. Например, нашим теплоэнфостанциям. Пять станций были повреждены. Так и по объектам, которые передают электроэнергию с одного района в другой. От района, где она производится, в район, где она потребляется. И они, по сути, ставили задачу расчленить энергосистему, единую энергосистему на такие локальные зоны, что называется, которые бы не могли передавать друг другу нужный объем электроэнергии. Во многом они это достигли, потому что 40% объектов они атаковали. Многие из них разрушили, многое из них сильно повредили. Что очень сильно повлияло на стабильность системы, на способность производить нужный объем. И самое важное, передавать нужный объем электроэнергии для того, чтобы покрыть дефициты там, где генерации не хватает. А вот в каком режиме сейчас работают ремонтные бригады? И пользуясь случаем, конечно, хотелось бы им сказать огромное спасибо, потому что действительно они работают с риском для жизни. Мы работаем 24 на 7, работа организована круглосуточно. Да, действительно, это герои, люди, которые не считаются своим временем, не считаются своей жизнью, здоровью для того, чтобы восстановить энергоснабжение. У нас, к сожалению, и погибшие были за прошлый месяц, у нас трое погибших, около 20 раненых. Есть люди, которые погибли, когда начали восстанавливать разрушенные коммуникации для того, чтобы не допустить затопления одного из наших предприятий. Был повторный обстрел, и одного человека убило. Не довезли до больницы, к сожалению. Некоторые люди приходят не в свою смену, то есть они отработали в смену, потом пошли быстро поели, немного отдохнули, приходят даже, хотя они не обязаны приходить. У меня тоже огромные слова благодарности и восхищения перед этими людьми. Они действительно герои на своем фронте энергетическом, они делают все возможное, чтобы вернуть людям свет и тепло как можно быстрее, чтобы не допускать катаклизм, чтобы помогать военным, чтобы тыл был надежно защищен. Я здесь горд, что работаю с такими людьми, которые делают такие чудеса, героические чудеса на рабочих местах. Дмитрий, а призываете ли вы украинцев экономить электроэнергию и вот насколько эта экономия облегчает работу для энергетиков? Да, мы всегда говорим, чтобы люди могли, экономили. И во многих регионах, это принципы всей территории Украины, и украинцы в партнерстве с энергетиками помогают ремонтировать, уменьшая потребление. Однако, когда включаются графики выключения, то понятно, что люди переносят все свои дела на то время, когда свет будет у них в квартирах и стирают, и ладят, и готовят еду. Здесь очень тяжело рассчитывать на то, что большое снижение защищено, потому что очень маленькое количество времени у людей есть для того, чтобы покрыть какие-то жизненные необходимые потребности. А там, где графиков нет, у нас есть такие регионы, там люди стараются снижать потребление, переносят потребление на ночь, и за это спасибо. В Киеве в некоторые дни до 26% доходилось снижение потребления в пиковые часы. Субтитры создавал DimaTorzok